Развитие и процветание торговых отношений – это залог экономического и социального благополучия страны. В Славянском районе такое социальное благополучие создают индивидуальные предприниматели предприятия малого и среднего бизнеса. Сегодня представители торговой отрасли отмечают свой профессиональный праздник. В преддверии Дня работника торговли и потребительской сферы по традиции на торжественный прием к главе района были приглашены лучшие представители отрасли. Роман Синеговский поздравил присутствующих, а в их лице – всех работников торговли и потребительской сферы района с профессиональным праздником, отметив, что эта отрасль – одна из ведущих, активно развивающихся в экономике нашего муниципального образования. В ней заняты свыше 50% представителей малого бизнеса. Я хочу сказать вам большое спасибо за ваш труд. В отрасли торговли Славянского района работает порядка 10 тысяч наших предпринимателей и в целом жителей. Это, скажем так, серьезное подспорье для каждого, потому что сегодня на первое место, наверное, люди в городе, на второе место ставят вопрос трудоустройства. Я считаю, что это очень важная такая миссия, которую вы выполняете. Во-первых, сами создаете бизнес, во-вторых, привлекаете к себе на работу жителей нашего района и в целом жителей. Платите налоги, благодаря которым формируются бюджеты. Мы сегодня занимаемся развитием социальной сферы, дорогами, вопросами жизненно-коммунального хозяйства. Среди приглашенных на прием были как молодые предприниматели, так и те, чей трудовой стаж равен не одному десятилетию. Все они не только вносят весомый вклад в развитие торговли, повышая экономический потенциал и престиж района, но и активно участвуют в социальной жизни родного города. Татьяна Кунаева пришла технологом на комбинат школьного питания в 2011 году. Благодаря предприятию 97% славянских школьников обеспечены горячим, полноценным и качественным питанием. В этом году после реорганизации предприятия Татьяна Владимировна назначена на должность заместителя директора. Свою деятельность я начала в сфере детского питания, когда мы начали строить комбинат школьного питания. С самого начала, с самого строительства. Мы закладывали первые кирпичики, думали о том, как создаться этот комбинат, как мы будем деток кормить. Завозили, расставляли новое оборудование. На данный момент мы кормим 36 школ. В некоторые школы поставляем продукты питания, в некоторые школы готовые продукции, полуфабрикаты возим. Также у нас на базе предприятия есть кондитерский цех, который выпекает прекрасную выпечку. Все из натурального сырья, без химических добавок. Эту выпечку мы также реализуем на наших рынках Славянского района. Занимаемся, в общем, такой деятельностью очень ответственной. Кормим наших деток. Но мы рады, что у нас все получается. Мы расширяемся. У нас большой штат. Все ответственные сотрудники, все специалисты своей области. Во время общения участники приема поделились опытом работы и планами на будущее в освоении новых направлений торговой деятельности. Внесли свои предложения по дальнейшему развитию комфортной среды в населенных пунктах района, в которой современная торговля играет важную роль. Завершая встречу, Роман Синеговский вручил каждому из присутствующих благодарственное письмо за добросовестный труд и памятный подарок. Надежда Калинина, Георгий Калинин. Программа «События». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова